В год 75-летия Победы Государственный архив современной истории Чуваши объявил акцию «Народная память». Жители республики просят поделиться документами о военной поры, фотографиями, письмами, дневниками ветеранов Великой Отечественной. Сегодня к акции просоединился временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев. Сегодня в архив современной истории Чуваши уже поступили собрания документов 19 ветеранов. Наградные документы, фотоснимки, легендарные фронтовые треугольники. На них и на материалы, которые собирали по крупицам в предыдущие годы, повышенный спрос. Исследователи обращаются. Ну и мы сами на основании этих документов готовим электронные издания, виртуальные выставки. То есть участвуем в проектах. Школьникам показываем, как патриотическое воспитание. Вот с виртуальными выставками очень удобно выйти даже в школу. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши тоже откликнулся на призыв хранителя истории. Принес два видеофильма из семейного архива. Причем эти фильмы, они созданы моими детьми, старшими подчерями. И здесь записаны воспоминания участников Великой Отечественной войны. Они их обработали в виде фильмов, участвовали, я помню, в конкурсе, когда они учились, еще в старших классах. Практически в каждой семье были и есть люди, которые участвовали в боевых действиях, трудились в тылу. Олег Николаев уверен, чем больше современная молодежь будет интересоваться историей своего рода, тем крепче будет народная память. Пока же у нас достаточно малоизученных событий и фактов, которые заслуживают самого пристального внимания. Взять хотя бы строительство сурского оборонительного рубежа в 41 году, когда жители Чуваши меньше, чем за три месяца вырыли 380 километров окопов с землянками и дзотами. Цифры ошеломляют. Всего было вынуто 3 миллиона кубометров земли, и это при морозе до минус 40. Потомки должны знать об этом. Я поддержал и призывал наше правительство, Чувашьи республики, поддержать инициативу общественников, которые предложили запустить такой проект воссоздания некой памяти об этой истории, очень важной памяти. Потому что понятно, что сурский рубеж это охватывал и Казанский отвод в несколько регионов нашего привозского федерального округа, которые расположены вдоль Суры. Но по длине окопов Чувашская республика здесь была все-таки больше длины окопов, но очевидно здесь работали более 100 тысяч человек. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши отметил, если создать единый видеофонд воспоминаний участников и очевидцев военных событий, получится мощный информационный ресурс, который дополнит официальную хронику и поможет нам сохранить дорогие имена.